Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Итак, мои хорошие, сегодня полуфинал. Полуфинал и моя работа, которую я назвала вязаная бабушкина кофта, будет готова. Вот что у меня уже получилось. Там висит один рукав со спицами, висит намеренно. Хочу вам показать вот эту резиночку, которая вяжется по кругу немножко по-другому, чем обратно поворотными рядами. Я знаю, что многие воодушевились этим проектом. И для начинающих я, конечно же, покажу, как вяжется вот такая резинка по кругу. Обратно поворотными рядами в планке и по низу изделия мы не провязывали в изнаночном ряду изнаночную петлю. Здесь же не провязывается лицевая петля. Ну, в общем, все покажу, расскажу. И в конце ролика немножко будет влога. Смеюсь, потому что я такого в Москве не видела. Поэтому досмотрите этот ролик до конца и поймете то, о чем я говорю. Ну, а сейчас давайте расскажу об этой кофте. Здесь, конечно же, будут еще пришиваться пуговицы. Ну, вот сейчас с вами довяжем второй рукав. И я пришью пуговицы. Скорее всего, постираю это все. А завтра придет с работы мой любимый оператор. И уже во всей красе покажет эту кофту на мне. Но я очень довольна этой работой. Давайте немножко рассмотрим то, что у меня получилось. А потом расскажу о пряже, расскажу о расходе. В общем, обо всем по порядку. Итак, вот такие карманчики у меня вышли. Я уже их пришила. Все чин-чинарем, как говорится. Как их вязать, есть в видео. Единственное, здесь в 4 сложения использовалась нить. Вот для вывязывания резинки по отверстию кармана. Здесь по открытой петли, если вы посмотрите, вот они, открытые петли. Я просто пришила к резинке и получилось, как будто этот карман выходит прямо из резинки, которая по низу изделия. Пришивала катушечной нитью вручную, вот здесь вот, хватаясь. Вот вы видите, у меня не было точного цвета. Но вот нашла вот такую ниточку. Вот она. Я пришила это все вручную иголочкой. В общем, вот такой карманчик. Один и второй. Теперь давайте покажу наш азиатский росток. Вот посмотрите, как это выглядит по лицу. И сейчас покажу, как это выглядит по изнанке. И задам вам вопрос, стоят ли эти танцы с бубнами при классическом ростке, когда мы вывязываем его вот по горловине, обратно поворотными рядами. И вот посмотрите, как выглядит азиатский росток. Вот оно, это расстояние. Потом по нему добирались петли. Я показывала вам это тоже в ролике. И вот так это выглядит в изделии. Я думаю, что он абсолютно ничем не хуже классического, а вяжется намного-намного проще. Теперь покажу, как это выглядит по изнанке. И вы решите, какой росток вас устраивает больше. Посмотрите. Вот он этот росток. Вот они, эти наши кромочные. Вот и все, что видно. Вот эту неровность, если так можно назвать, по изнанке. Вот вам и азиатский росток. Теперь, на что хочу обратить ваше внимание. Я перевязывала рукав. Хоть и кофта без расчетов, но, конечно же, расчет при вывязывании рукава нужен. Ну, интуиция моя подвела меня, вернее, меня сбила с толку Лешин. Лешин вот такой кардиган синего цвета. И там я делала убавки по рукаву в каждом десятом ряду где-то. То же самое я сделала в своей кофте и мне не понравилось. Рукав оказался слишком широким. Сейчас покажу, немножко разложу, покажу, как я делала убавки по рукаву уже в своей кофте. Вот сейчас хорошо разложила, чтобы вам было видно. Вот так вот выглядят убавки по мнимому шву. Конечно же, здесь швов вообще нет. И убавляла я в каждом пятом ряду. Одну петельку я оставляла как регланную линию, то есть нетронутую. А по одной и по вторую сторону я делала убавки в каждом пятом ряду. То есть четыре ряда провязываем, в пятом убавка. Четыре ряда провязываем, в пятом убавка с двух сторон, естественно. И здесь, значит, в первой убавке наклон влево, две вместе лицевой. Потом петля константа и здесь убавка с наклоном вправо. Вот так вот я делала убавки по рукаву. И когда я провязала, в общем, сделала все убавки, у меня вот здесь осталось 65 петель до резинки. Эти 65 петель я потом каждую пятую провязала вместе и получила резиночку на 56 петлях. Ну и дальше пошла резинка один на один. Вот та резинка, которую я сейчас вам покажу. Вот, в принципе, и все. Да, значит, о пряже скажу еще раз. Я ей очень довольна. Здесь Ангора 2. Кстати, вы поправили меня, что это итальянская пряжа, которая сейчас расфасовывается в Прибалтике. Ангора 2 от Мидары. Фирма Мидары. Ну, здесь, конечно, артикул вот этот 880. А вот этот, по-моему, называется водоросли темно-серый, по-моему, 1003. Я под видео укажу, где-то лежит этикеточка. Ну, вот она, фирма Мидара. Так что, пряжей я довольна. Ну, пряжей в смесовке. Да, спонсором этой пряжи был магазин Мир Вышивки. Оставлю ссылку на этот магазин и на скидку при заказе, при первом заказе, с промокодом СИДНИКОВА. 10% скидки у вас будет при заказе этой пряжи в Мире Вышивки. Ссылочку на эту скидку я оставлю. Просто при заказе вводите там в поле купона латинскими буквами СИДНИКОВА и получаете скидку. Вторая пряжа, это пряжа СИТАЛ. Спонсором этой пряжи был магазин БОБИН. Вот в таком составе, в такой смесовке, получилось вот такое шикарное. На мой взгляд, очень воздушное и нежное полотно. Значит, по расходу пряжи. 170 грамм. Представляете, даже два неполных моточка. 170 грамм пошло АнГОРЫ 2. И остальное, вот эта вот пряжа СИТАЛ. То есть 280 грамм. То есть получается, что СИТАЛа пошло больше, чем АнГОРЫ 2. Так что 450 грамм будет весить вот эта вот бабушкина вязаная кофта. Девочки, я очень вам рекомендую эту пряжу. Она нежнейшая. Я уже говорила и говорю, что чисто вот вязать, чисто из этой пряжи я не буду. А вот в составе с КИДМАХЕРом, вот с такой вот пряжей СИТАЛ, где в составе много АнГОРЫ и ШОЛК, это очень хороший вариант. Сейчас я посмотрю, я уже забыла. По-моему, 75% АнГОРы здесь. Да, АЛЬПАК, не АнГОР. 15% ШОЛК и 10% АКРИЛ. Это я про СИТАЛ говорю. Так что, очень выгодный метраж в МИДАРе. И повторюсь, вот с таким вот, с такой смесовкой, с какой-нибудь пушистой пряжей, выглядит очень-очень красиво. Сейчас вот ещё постираю и завтра уже вам покажу. Я надеюсь, она высохнет быстро. Вы посмотрите, как выглядит изделие после ВТО. Но я знаю, что эта пряжа хорошо после ВТО раскрывается и распушивается. Так что, загляните в эти магазины. Я знаю, что в мире вышивки большой выбор пряжи АнГОРа 2. И, может быть, что-то к зиме свяжете. Да, для меня пряжа вообще не колючая. Вы делали отзывы там и говорили, что пряжа кому-то колется. Для меня совсем вообще никак не колется. Может быть, потому что в смесовке, может быть, у меня не такая слишком чувствительная кожа. Ну, а сейчас давайте покажу вот эту тонкость вязания резинки по кругу. Итак, на спицах у меня 56 петель, как я уже сказала. То есть, 65 петель было после убавок. Каждую пятую я провязала 2 петли вместе. И осталось 56 петель вот для этой резиночки на рукавах. Сразу покажу вам, что я вяжу на двух парах спиц. Я этим способом вяжу и носки. Очень-очень удобно. Я не люблю чулочные спицы. Вот постоянная смена их. В общем, мне это не нравится. А вот вязание на двух парах спиц, вот таких узких изделий, очень даже меня устраивает. Итак, первый ряд вы провязали просто резиночкой один на один. То есть, одна лицевая, одна изнаночная. Естественно, повесьте маркер, где у вас будет заканчиваться ряд. Чтобы вы по кругу понимали, что у вас новый ряд. Теперь второй ряд вот этой резинки. Сейчас все покажу. Итак, да, еще. Распределите ваши петли так, чтобы на каждой спице петля начиналась с лицевой петли. Это просто для удобства вязания. Итак, второй ряд резинки. Значит, смотрите, первую лицевую петлю мы снимаем, не провязывая, и нить за работой. Дальше перебрасываем нашу ниточку и провязываем изнаночную петлю. Вот и все. Опять у нас идет лицевая, мы ее снимаем, нить за работой. Здесь провязываем изнаночную петлю. И вот таким образом движемся до конца ряда. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Обратно-поворотными рядами там у нас было по-другому. Там мы снимали изнаночную, и нить была перед работой, а лицевую мы провязывали. Здесь наоборот. Мы снимаем лицевую нить за работой, изнаночную провязываем. Я думаю, что это понятно. Когда мы дойдем до конца ряда, то есть до нашего маркера, следующий ряд мы провязываем так же, как и первый. То есть просто одна лицевая, одна изнаночная. Сначала я не поняла, как это вяжется. И, в общем, провязывала так, как обратно-поворотными рядами. Так вот с вами заговорилась, провязала. Здесь снимается лицевая. И смотрю, что-то у меня не то. Потом до меня дошло, что снимать нужно, не провязывая лицевую петлю. Я делаю это при вязании по кругу. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем. Ну, я думаю, что я понятно вам это объяснила. И получается вот такая очень стабильная резинка. Она как будто как пышная. И она не растягивается. Вот так выглядит с изнанки. Вот так выглядит с лица. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик. Вас еще ждет сюрприз. Сюрприз из московских парков. Такого я еще не видела. Там буквально на две минуты. Поэтому посмотрите, посмейтесь, поднимите себе настроение. Ну и до скорых встреч. Скорее всего, до завтра. Завтра уже покажу эту бабушкину кофту на себе. Всех люблю, обнимаю. Пока-пока. С вами была Елена Ситникова. Друзья, я такое вижу впервые. Ну, я видела разных уток. Вот в основном у нас кряквы. Вот эта вот серенькая. Ну, вот такую белую громадину я первый раз вижу. Очень похоже на гуся. Но вот народ говорит, что это утка. Посмотрите, какая она большая. Я первый раз такое вижу на прудах. Я выросла в деревне. У нас держали таких гусей. Ну, очень похоже на гуся. Хотя говорят, что это утка. Представляете? Обалдеть. Мы сегодня вышли погулять. Это пруд лебедянский. Сейчас вот закат, солнышко. Посмотрите, какая красота. Взяли с собой чаек. Дрова зеленая. Народ отдыхает. Вот этот парень, которого вы сейчас видите, залез, представляете, в пруд. Надо было заснять. Пришлось его чаем отогревать, отпаивать. И пледом укрывать. То ли поспорил вот со своим другом, который там вот с самокатом. То ли еще чего, не знаю. Вроде так прилично одетый парень. Вот полет скупаться. Надеюсь, у него все будет хорошо. Он заболеет. Народ удивляется. Как домашняя. Как домашняя. Я тоже сижу и думаю, что это важно. Он летел. Он зимний, я не знаю. Ну, к этим придется. И может, привет. Да, если это что-то домашнее. Как я ему летать, наверное, сижу. Он видишь, он даже не плавает. Он сидит на камушке. Какой-то уже очень упитанный. Да, он не то, что упитанный. Он сам по себе такой большой. Да, здоровенный какой-то. Громадин. Наверное, понял, что его на ужин хотели взять. Лучше я свалю на свободу. А мы сидели, там чай пили. Я думала, это чайка. Потом муж говорит, пойди, посмотри, это водка. Мы подумали, лидер, что ли? Потому что шея маленькая. А, что говоришь? У диких? Ну, вот у этой белой. У белой, да, мне кажется, у диких более... Да, он вообще безразличный, мне кажется. Что-то там какую-то водичку пьет. Ну, что он так пивляет, да. Ну, надо же. Они такие голодные, они даже не берут. Да, все уже похолодало, они теперь отъедаются на зиму. Вот такая вот интересная утка на прудах. Гусь какую-то. Да, гусь. У нас целая ассоциация была такая, соска с детства. Да, 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 у меня тоже. Мартин, да. Мартин, да, уже забыл, как называется. Как он там с мальчиком летал. Да, да, да. Да, 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 да. Все удивительно. Вообще, первый раз вот вижу такое. Это он или она? Это цель. Ну, не поймите. Ну, не специалист. Ну, наверное, гусь это мальчик, да, это девочек. Понятно, что. И главное, что никого никто не гоняет. Прямо они как-то дружно так между собой. Иногда бывают такие агрессивные. Ну, он так слава не может, как они вообще. Ну, если бы устал, он был на воду, сел бы. Он промокает, наверное. У него жира такого нету, как вы видите. Удивительно вообще. Спасибо. Вот такая вот история, друзья. Сейчас покажу вам во всей красе еще раз этот лебедянский пруд. Ой, последние теплые денечки. Сейчас солнышко сядет, пойдем домой. Народ вот отдыхает. Сидят. Алюшка там. Алюшка сидит. Сейчас немножко чай попьем. Привет, привет. Алексей Днездич. Вот он, этот плед. Мы два пледа взяли. Я, главное, на солнышке сидела, укрывалась. Ну, а вторым вот парня укрывали. Вот у нас тут чаек. Сухарики. Какая солнечная дорожка. Пойдем сейчас погуляем, еще походим. И домой вязать. Продолжение следует.